а здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть в марш за старую ферму и у нас наступило лето июнь месяц на дворе и друзья это супер скучный июнь контрактов нет я друзья удалил нахрен мод на сечку на контракт и на фураж потому что а кстати можно убрать наше поле 36 она созрела так вот все поля которые находятся вот в этой вот стадии самый последний фураж ready то есть если мы выйдем на поле вот здесь вот grow stage типа 7 из 7 самая последняя стадия роста все эти поля выходят у нас на возможность скажем так обработки насечку соответственно у нас не останется ни одного поля именно на обычную типичную уборочную так как в прошлом месяце я собрал именно такие поля у нас там рожь ячмень было которые должны были созреть сегодня то соответственно у нас ничего сегодня не будет в общем то в июне друзья что нам нужно будет сделать во первых обслужить четыре производства но тут в принципе все просто сточную воду мы просто выключаем закинуть силосы закинуть навозы закинуть люцерну все остальное ставим на июль получается убрать наши вот это вот поле которая созрела с рожью и в общем то все нашему силос нику кстати я прописал парковочное место сюда он сюда прекрасно залазит но я тут подумал раз он нам не нужен сейчас то давайте мы его продадим он тем более стоит кругленькую сумму давай друг едь на дилер сервис чем у нас будет место занимать да и деньги которые нам сейчас так катастрофически нужны и так с 36 поле давайте его уберем всеми тремя комбайнами сразу чтобы это было супер быстро единственное жаточки вот эти вот нужно отцепить на этих бросим здесь они нам в этом сезоне принципе то понадобится там подсолнечник как минимум убирать на своих полях что у нас там заездом на 36 поле смогут ли они здесь перецепиться нифига они здесь не смогут перецепиться сами надо вводить их вручную ну ладно давай просто тогда есть на 36 поле давай и туда далее ты твою мажатку тоже сбрасываем после зимовки все заправленные чистые но это сегодня быстро изменится вообще какой смысл сегодня убирать эти поля давайте друзья мы не будем сегодня убирать эти поля в июне уберем есть паркуйся обратно и ты друг тоже есть паркуйся обратно нет смысла никакого сегодня это поле убирать уберем завтра в июне давайте мы сейчас обслужим производство у нас на этом складе осталось 320 кубов люцерны давайте вот 300 кубов закинем силосную башню а весь урожай который я последний собирал я свез на нашу основную базу на элеватор надо будет сюда перевести потом какое-нибудь количество давай друг один прицепчик люцерны со склада тюков на силосную башню погнал а также биогаз север силос надо закинуть силоса у нас здесь почти 900 кубов а на биогазе осталось всего ничего в принципе все эти 900 кубов можно закинуть туда также кстати друзья мы же собирали сечку нас осталось немножечко лишнего 279 кубов мы можем это дело переделать в силос или компост давайте как-то поровну распределим грамотно если мы отвезем это дело на компосту будет перерабатываться полторы тысячи в час сечки а если на силос то четыре тысячи в час давайте мы 2 мана отправим на компост и 3 мана отправим все все оставшиеся два с половиной грубо говоря там получается на силос или разделят в общем как получится давай друг ты едешь три раза и везешь эту самую сечку на бэга башня выгрузка а ты два раза везешь на компост кто быстрее приедет тому больше и достанется но судя по всему быстрее приедет черный оттякать но и друзья еще надо навоз откуда-то взять с навозом у нас что-то последнее время какая-то проблема есть сейчас его 28 кубов всего но до сепаратор сейчас стоит отправляем нашу возилку маленькую один прицепчик отвести навоза давай шуруй вообще чтобы было больше удобрений друзья я завез немножечко дегистата на удобрение сейчас работают все четыре линии так что в теории эту линию можно временно отключить удобрение мы 40 кубов под насобирали а кстати у нас жидкие удобрения в цене сейчас можно продать цена сейчас аж 1119 и даже на склад не вывозил в общем то давайте отправим наши две бочки как раз 125 кубов тут есть сразу написано куда везти что меня радует отправляем два раза нашу вольву она отвезет 100 кубов за два раза загружается удобрениями выгружается в порт и везет жидкое удобрение два раза давай погнал и друзья нашу маленькую вот эту возилку тоже берем ей говорим делается то же самое абсолютно два раза по 12 525 кубов она везет и соответственно жидкие удобрения у нас будут проданы и будут еще какие-то денежки даже не какие-то 139 тысяч мы за них получим если верить этой табличке так фаст трек у нас отвез люцерну соответственно давайте его еще зарядим перевести силос на наш вот этот вот биогаз 900 кубов три поездки давай шурой тем временем сюда приехала сечка давайте мы эту самую линию тогда запустим силос и сечки запустим одну я не вижу смысла запускать и две и сразу давайте запустим линию компостера компост истечки тоже пускай работает сточной воды пока что мало насобиралась очистка сточной воды мы сейчас выключим там буквально через шесть минут вот эту воду друзья мы продаем вставляем на продажу она за какие-то деньги уйдет как бы ну и ладно и и некуда возить не вижу в этом никакого смысла но и вроде как на июнь тогда все контрактов никаких нет на полях смысла работать сейчас нет встречаемся друзья тогда в июле а не отставить друзья мы еще продадим наш силосник 333 тысячи да немножко мы конечно денег потеряли по сути дела что на контракт и заработали та разница и получилась 410 тысяч купили мы все это дело за 637 продали за 410 доходы по контрактам 389 тысяч вчера было но честно говоря не помню даже что было за удобрение а что за эти контракты короче ну попытались немножко сечки наворовали вот наш в общем-то доход и получился вот теперь точно встречаемся уже в июле но вот тут друзья уже есть чем заняться июль у нас наступил а это значит что супер большая уборочная нас ждет 456 утра время на 05 и скорее всего так и останется в течение всего дня и вряд ли я успею доделать все свои дела до конца дня ну а ладно у нас друзья сейчас очень неплохая цена на наше все вот это вот деревянное то что мы производим дсп чуть ниже чем 550 dvp чуть выше чем 550 но у меня триггер на 560 стоит поэтому не сработало на планке 607 выше чем 600 и триггер сработал а поддоны чуть ниже я друзья все это дело сегодня продам начну разумеется с того что подороже а тут цена может быть кстати и нагрянет потом и все будет нормально плюс друзья 14 контрактов и это все уборка третикали канала овес пшеница лен что тут еще нут полба маг даже есть все что даст солому друзья солому всю соберу все это дело соберу и перевезу на склад плюс друзья да я совсем псих но возьмем и сделаем все все контракты на сено к что то я их не вижу везде силос вот двадцать восьмое поле давайте принимаем сорок первое принимаем слушайте реально почти везде силос офигеть 74 принимаем и 79 принимаем хоть и маленькая все остальное силос обалдеть и туго на 18 контрактов плюс друзья касаемо нашей уборочной большой наши поля которые мы не собрали прошлый раз сорок пятое поле большое с канолой 78 тоже созрела что там сейчас пойдем посмотрим контракта по у не было 38 36 поле у нас там рожь и пшеница по-моему сидит соберем 44 тоже контракта нету там нера белая капуста да и 50 поле с люцерной тоже созрело тоже соберем дел короче сегодня не в проворот что у нас сидит на 44 поле капуста она семьдесят восьмом а по-моему лук тоже капуста боже мой а ее даже собирать нельзя короче знаете какой у меня план на самом деле мы в прошлой серии уже начали копить денежки на вот эту вот площадку друзья извините что еще темно немножко но мы здесь выпилили лес прошлой серии здесь должна будет стать наша нефтедобывающая платформа и я думаю что мы ее сегодня поставим на самом деле если говорить честно то у нас тут на dvp dsp 700 тысяч получается планки и поддоны и еще выведут намного в плюс поэтому без контрактов мы бы это тоже дело поставили не проблема но контракты дадут нам еще кучу денег и возможно друзья следующими нашим приобретением будет какой-нибудь свекольный комбайн я поищу в интернете точнее я его уже находил но не ставил пока что себе поставить из 19 фермы терадос такой же универсальный как у нас был во всех прохождениях раньше у которых только жадки отличались но чтоб он собирал и картошечку и свеклу и лучок и морковку и все остальное и всем этим делом все эти контракты тоже поделать вот хочется мне знаете жадность моя она такая нравится мне просто контракты на уборку ребят вот вообще нравится в этой игре наверное больше всего это вот смотреть как комбайны собирают урожай также друзья не исключено что уборочную я за день за завтрашний рабочий точно всю не сделаю и возможно завтра вечерком я имею ввиду вот в пятницу 27 октября вечерком пятничные поболтушечки на стриме мы это дело тоже пособираем по убираем и в таком случае как я уже давно планировал купим прицеп перегрузчик трактор какой-нибудь для него я пока правда не решил какой прицеп перегрузчик братья уже вот давно с этой мыслью горю изначально мне вообще хотелось что тут бандурину здоровенную хреновину купить и прям куражиться с ней но я попробовал взял трактор на 500 лошадей я в общем-то изначально и планировал вот этот вот класс брать наикрутейший поставить сюда самый мощный двигатель 530 лошадок да и короче этот класс наполовину забитый этот прицеп вот этот не утащил не смог поэтому мысль в общем-то и отпал да и неудобно но если честно вот эту штуку поменьше тоже брать как-то не охота поэтому скорее всего возьмем этот стандартный хаул мастер возможно поставим сюда комиссии расширение я думаю вполне себе будет справляться с трубой 400 лошадей как раз он требует я и в смысле справляться с трубой что он не сильно высокий чтобы наши комбайны в него разгружались и будем в общем-то кататься разгружать и тогда вручную по стриме и может быть будет нам весело поболтаем если в общем-то стрим будет то ссылочка в описании останется него ну и в общем-то немножечко нужно будет обслужить наши производства то что в левом верхнем углу он тут немного опять-таки сечки нету мы ее выключим нпз подсолнухов нету моего просто выключим на все остальное вроде как есть даже корм какой-то должен быть кстати свинки-свинки-свинки где наши свинки они уже 24 месяца их можно продавать рите да или food 45 кубов погнали продадим этих 245 свиней и насколько это уменьшится во сколько вот конкретно они жрали я думаю мы же узнаем это кстати денежек сейчас тоже поднимем на этом и так 60 штук продаем раз за 69 тысяч 60 штук продаем два за 69 тысяч 60 штук продаем три еще за 69 тысяч и последний 60 штук продаем 4 за 69 тысяч и осталось у нас их 5 продаем за 5 750 во-первых 3 370 у нас на балансе и корма стала хватить чуть на дольше достал daily food 30 то есть они 15 кубов в день конкретно эти 200 штук жрали вот эти жрут меньше в сумме все вот правда трехмесячные еще скоро они начнут жрать много и будем каждый день им покупать по стокуму в корма потому что наш нпз не справится с таким производством плюс друзья кстати по поводу пассивной на следующий сезон во первых мы сейчас соберем дохрена канолы с этого поля я планировал будущем потом сеть на 50 поле канолу опять-таки на топливо а если мы ставим в нефти вышку то какой в этом смысл поэтому урожай соберем я сейчас пока что не способен соображать по поводу наших дальнейших будущих планов но выращивать на топливо канолу и подсолнечник смысла больше нету так что наши вот эти вот поля все освобождаются под что-нибудь я потом это все дело обмазгую и потом вам расскажу сейчас но я просто не способен даже мыслить у меня никаких идей нет в общем то я погнал выполнять все контрактики и заниматься уборочной а мы с вами встретимся когда все будет собрано и будем как-то это дело распределять закрывать контракты потому что опять таки я всего нацелен на воровать по крайней мере то что нам надо тритикали канолу овес пшеницу вот лен можно будет закрыть контракт сразу он нам не нужен нут по лбу мы собираем канолу собираем мак можно будет закрыть контракт сразу он нам не нужен ну и в целом в общем то все но и на сено наверное тоже можно будет контракта если сделаем быстро то добить и закрыть их сразу хотя с остальным вы в общем то уже что же видели как это все работает может быть и остальное тоже позакрываю посмотрим друзья в общем то до встречи через для вас одно мгновение а для меня не один рабочий день но вот и закончилась большая уборочная точнее на самом деле она еще не закончилась она еще продолжается но почти все сделано и можно наверное смотреть итоги на этом складе у нас лежит канола 262 куба это то что мы собрали 45 поля все это дело мы отвезем на нашу нпз и там это дело будет у нас перерабатываться также друзья льняной солома мы наворовали на 3 миллиона двести тридцать шесть литров продадим ее зимой по хорошей цене тут наверное даже больше чем 151 она будет стоить и 500 тысяч у нас в кармане также еще солома мы обычной наворовали и свою собрали и у нас почти 9 миллионов литров а там 300 кубов еще сейчас сюда приедет будет 9 миллионов литров на хрена мне столько я честно говоря не знаю хотя с другой стороны а у нас же еще лежит нас на складе для тюков у нас 12 миллионов литров есть короче будет хорошая цена и тоже можно будет ее продать еще 500 тысяч будет в кармане даже больше так что пусть лежит но еще 300 кубов едет последние также друзья по поводу наших полей короче какой у меня план капкан созрел на тридцать шестом поле я засеял клевер кстати надо отправить сюда нашу удобрялку все это дело удобрить и на тридцать восьмом поле на маленьком я тоже засеял клевер на пятидесятом поле где у нас созрела люцерна я ее кстати там оттуда скосил черт не просеялась немножечко его сейчас только я ее начинаю собирать а это еще часов на пять работы точнее не я конечно а фуражник так вот что я говорил клевер у нас будет клевер у нас будет люцерна люцерна мы оставим я сейчас не вижу смысла засаживать то там ничего другого а также друзья вот сорок пятое поле на котором мы собрали каналу здесь сейчас идет посев и сеется обычная трава как и планировалось еще кстати интересный факт что я заметил я уголки решил просеять сам сеялкой и она была с включенной удобрял к и она здесь удобряет не до конца даже в автоматическом режиме даже с и зарей то есть в любом случае надо удобрял к еще посылать после даже если вы сеете с удобрением сразу лучше удобрял к еще посылать я вот кстати именно так поступил на нашем поле 34 и здесь у нас 100 везде чуть-чуть не хватает так что возможно из-за этого возможно будет 100 посмотрим и друзья когда мы соберем подсолнечник этот весной мы на следующий год засеем сюда кукурузу насечку три поля два маленьких до 34 35 и 39 это и по моему поле большой у нас подсолнечником просто я тут упарывался в подсолнечник и канулу для нашего топливного завода но раз уж мы решили ставить нефтяную вышку которая вроде как должна будет решить наши проблемы с топливом раз и навсегда запускать вот эти две линии на подсолнечники и канули я смысла вообще никакого не вижу поэтому я решил на следующий сезон на следующий год упороться в силос прям по максимуму можно еще выращивать всякие культуры из которых можно делать семена но во-первых друзья семян у нас довольно много у нас здесь 363 куба хранится культивации у нас эти завершена еще два контракта на культивацию вот последних сейчас сделаются и день в общем-то прошел не зря но друзья во первых мы собрали со своего поля пшеницы наворовали немножечко овса собрали ржи и плюс наворовали 3 текали вот тут немножечко наворовали и ну то то есть по большому счету семенами мы наверное обеспечены на несколько лет вперед плюс еще много полей созреет у нас вот завтра послезавтра немного поле то убрали на самом деле и там есть еще и большие поля с рожью и спал бы и так далее то есть у нас еще будет какая-то вот какое-то такое зерно которое мы тоже сможем отправить отправить на протравку семян поэтому этот вопрос я тоже решил не трогать поэтому в общем-то немножко поразовала пшеница растет 6 стадии 7 то есть короче зерно еще будет даже в этом сезоне поэтому в общем то я немножко вот так вот пораздумав решил что мы упоримся в силос будем его производить максимально много блин тут еще ездить собирать эту люцерну да ему тут очень надолго но ладно пусть катается так что в общем то вот и вот такие вот решения по посеву на следующий год плюс друзья мы заработали кучу денег во первых я по хорошей цене продал планки и еще что-то продал dvp dsp и поддоны сейчас не самая лучшая цена плюс в деньгах мы прямо сильно сильно сейчас не нуждаемся поэтому я не стал их продавать у нас есть 3 900 а значит мы можем пойти и поставить нефтяную вышку и погнали в общем то это и сделаем тогда раз уж мы уже полностью подготовили для нее территорию лес мы здесь выпилили пинки тоже здесь уже убраны есть вот такие вот подсказочки куда это все дело ставить но разумеется на всякий случай давайте мы сохранимся потому что вот этот вот установка объектов у меня прям знаете ли у меня с этим проблемы всегда и чтоб можно было перезагрузиться и нормально все поставить такс нефтяная вышка вот она в самом конце по он находится нет это теплоэлектроцентраль вот нефтяная платформа вот такая здоровенная хреновина поставить ее нужно ровненько вот по этим меточкам и наверное имеет смысл включить свободный режим как тяжело это попасть а но вроде как вот это похоже на правду блин из-за травы плохо видно давайте мы вот эту траву сначала здесь уберем банальным окрашиванием вот и будет лучше видно и но я бы вот сказал что вот вот поле ну давай же стой нормально я бы сказал что это вот так должно быть ну пробуем бздынь интересно насколько здесь все плохо получилось не прокрасился вообще не не прокрасилась земля наверно так и должно быть потому что смотрите труба под землю идет это прикольно там вдалеке где-то появилась вон мы ее видим нефтяная вышка но вроде как до нее добраться невозможно карта здесь заканчивается ну короче вот трубу ведут и вот там вот нефтяная вышка перекачивается нефть вон туда вот такая вот прикольная история и труба соответственно идет кстати знаком не помешали уголки ровненькие стоят давайте сами это все тогда покрасим закатаем здесь все это дело в асфальт мне кажется будет довольно красиво я надеюсь никаких перепадов высот катастрофических здесь нету поэтому все нормально главное еще чтоб триггера работали на вот здесь закрашивать конечно геморрой на надо маленькой кисточкой объектов здесь немало стоит ничего закрасим будет красота не знаю как с этой травы пустой на развод давайте вот до травы закрасим черт немножко на железную дорогу вылез что у нас тут гравий да найти обратно этот самый гравий вернем все чтобы было все ровно аккуратно а у меня староформингом всегда были проблемы с постройкой объектов у меня всегда были проблемы на самом деле в этом прохождении пока что все идет сама вот прекрасно насколько это можно представить себе наверно надо было устанавливать все без свободного размещения правда я боюсь что она могла бы в землю утопиться как это все постройки любят делать и было бы тогда не очень кайфово так а что у нас забора нету здесь у нас еще один выезд когда давайте мы здесь его тоже нарисуем вроде как аккуратно боюсь что где-то все таки потом если мы вдруг будем здесь гулять мы какую-то траву сможем увидеть я не не все прямо уберу скорее всего даже между контейнерами отдельно приходится клацать блин вроде как все но могу что-нибудь забыл надеюсь что ничего не пропустил так местами конечно еще пару квадратиков есть но там ничего страшного и так друзья вот такой вот хреновину мы поставили теперь здесь красота здесь у нас два триггера мы сюда привозим техобслуживание и забираем нефть все больше здесь ничего делать не надо соответственно появилась у нас новое производство нефтяная платформа и здесь у нас идет добыча нефти и газа техобслуживание в час жрет 2000 то есть в сутки 48 тысяч техобслуживания ну да в сутки так с линии мы включаем электричество тоже тысячи у нас жрет и производит нам 5000 нефти и 2000 метана соответственно надо сейчас прикинуть хватает ли у нас электричество которое мы производим я вот не знаю считает оно его сейчас или нет давайте мы промотнем немножко времени до 16 00 чтобы эта самая электричество сюда поступило возможно линия сейчас не работает она в калькуляторе не учитывается я этот момент исключать не буду упс все 16 01 эта линия у нас заработала электричество сюда поступило причем полностью она забилась и все нефть пошла капать замечательно теперь посмотрим в калькулятор электрозаряд до требуется 64 200 на всех производствах а у нас сейчас много чего не работает распределяется 207 в общем-то электричество пока что все в порядке это хорошо техобслуживание друзья производим на 48000 без бустеров а требуется 80 посему на мастерской нам надо запустить еще одну линию по-хорошему запустить третью но для третьей нужен хлеб и нужен сыр у нас нет ни того ни другого это не очень хорошо бустеров у нас тоже нет она посмотрим может быть будем эту линию нефти не изредка останавливать давайте друзья еще по производствам что у нас тут интересненького есть а именно собрали мы немножечко солом и бобовых поэтому линию компоста мы запускаем далее протравитель семян опять-таки набрали мы всего разного немножечко ржи немножечко третикали немножечко ну то поэтому эти линии мы тоже все запускаем кроме третьей до третью чуть попозже соответственно семена пускай делаются но и в общем то все на линии переработки нефти у нас нефти тоже требуется 5000 литров в час и производится у нас там 5000 литров в час на самом деле это довольно много тут какой есть вариант событий я думаю что мы немножечко под накопим нефти пускай эта штука немножечко поработает сама хотя бы знаете чтоб на два дня хватило довольно большой вроде как большой бункер должен быть до 2 миллиона литров в общем то пускай она немножечко под накопится два дня вот она поработает и мы тогда запустим ту линию а сейчас пускай там поработает немножечко канола и подсолнечник соответственно осталось у нас еще на балансе 842 тысячи денег это в общем то я считаю неплохо я друзья думаю что мы за эти деньги сейчас в первую очередь купим холмера себе и будем делать контракты на всякие картошки капусты луки и так далее будем и этим упороваться собирать хотя на таких полях я считаю что холмеров надо две штуки хотя бы иметь у меня тут друзья работы в общем то еще до хрена нужно разобраться с 50 полем мы поставили нефтяную вышку серия вроде как такая коротенькая получится знаете в старых традициях я думаю это замечательно я ее значит быстро смонтирую вот а в следующей серии мы тогда с вами у нас тут опять-таки уборочная будет большая во первых в августе с этого начнем под нас собираем денег тем много полей уже на на последней стадии созревания соответственно что-то по убираем но и будем смотреть по финансам если что я думаю что пойдем мы в лесоперерабатывающую промышленность дальше поставим столярку поставим целлюлозную фабрику пока что у меня планы такие но и чтобы это все дело не пропустить подписывайтесь на канал если не хотите долго ждать следующую серию то ее посмотреть уже можно на бусте ссылочка в описании спонсором огромнейшее спасибо за поддержку всем друзья огромное спасибо за просмотр лайки комментарии не забывайте и всем пока ки еще у нас во время записи этой серии прошел стримец уборочной который назывался большая уборочная ссылочка на него есть в описании мы там три часа в общем-то убирали поля в три комбайна и приобрел я еще вот такую вот замечательную штуку нам прицеп перегрузчик изначально когда-то у меня были планы взять вот этот вот австралийский такой клёвый здоровенный на 211 кубов но в общем-то его тяжело тягать очень не соответственно этот чуть полегче но тоже тяжело поэтому я сначала взял вот этот вот синий на стриме но у него какой то есть косяк с трубой с триггером выгрузки в общем то все было плохо мы заменили его вот на этот за 115 тысяч ну и соответственно супер классный трактор у нас классовский здесь есть еще в 600 тысяч где-то примерно нам обошлось зато может быть сейчас начнутся интересные стримчанские правда не придумал где эта штука еще будет жить а еще совсем забыл давайте друзья нарисуем маршруты автодрайва я пригнал сюда эту штуку но что-то как-то у меня совсем вылетел из головы что на нпз нужно эти самые маршрутики то нарисовать я думаю что мы сделаем одну такую проходную линию и два триггера отдельно вместо для проезда здесь вообще должно быть много конечно давайте вот отсюда мы начнем и погнали запишем проезд вот так вот давайте подсоединим все въезды выезды выезд наверное давайте сделаем вот отсюда вот как-то вот так вот в одну сторону а в другую пускай вот вот такой вот будет я думаю здесь любая бочка должна будет нормально повернуть но погнали еще сделаем заезд заезд я думаю надо через встречную полосу тоже делать точки с на встречную волосе вообще неудобно расположены давайте-ка мы их немножко участим добавим сюда еще пару штук но тяку так вот это все дело соединим соответственно вот отсюда можно будет живут с этой точки можно будет делать поворот и вот сюда вот такой я думаю это пойдет и вот с этой точки соответственно то живу сюда я думаю будет вполне себе норм далее вот это вот мы делаем двусторонним маршрутом можно даже это немножко вот так вот продлить лишним это не будет но здесь пускай перестраивается даже наверно не вот так а более плавно вот так но и сюда они легко смогут заехать я надеюсь и делаем это все дело тоже второстепенными все проезд этот у нас есть далее осталось нам только сделать еще для техобслуживания точку на выгрузку этого самого техобслуживания вот так вот это у нас будет точечка то нефть я надеюсь она будет работать нормально но и для загрузки нефти нам тоже еще нужно будет сделать отдельную точку я наверное даже ее в папку npz закину потому что так или иначе это связано ради одной точки создавать папку мне не особо хочется я думаю вы понимаете дайте она будет вот здесь я думаю все должно быть через триггер проехать и не сильно далеко нефть загрузка пускай это будет здесь вот так вот она поворачивает и все это вот еще тоже соединяем должно друзья работать но об этом мы узнаем уже следующей серии точки новые перетаскиваем то о нефть в техобслуживание а нефтезагрузка в нпз а ты друг едешь парковаться